МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщина. Мы привыкли видеть ее преуспевающей во всем. На работе, в семье, в политике. Однако так было далеко не всегда. Шли жаркие споры о том, является ли женщина человеком, имеет ли она душу. Когда в семье рождалась девочка, это считалось позором и бедой. Плачевным было и семейное положение женщины. Муж запросто мог ее унизить, оскорбить или даже выгнать из дому. Вспоминаются слова Сократа, который говорил, что есть три счастливых вещи на свете. Что ты не дикое животное, не варвар, и что ты мужчина, а не женщина. Бороться за свои права в Европе женщины начали со времен французской революции. И тогда в обиход стало входить такое понятие, как эмансипация. Предоставление равноправия женщин в политике, в семье и на работе. По призыву Клары Цеткин и Розы Люксембург, женщины вышли из дома в общество. Вместо того, чтобы расти детей и варить обед. Сегодня эмансипация получила широкое распространение во всем обществе. Но зачастую, становясь сильной, эмансипированной, женщина теряет свою женственность. На это жалуются и мужчины. Ну а что же хорошего, что женщина вышла за достижениями в общество? Как ей найти свое место в социуме и не потерять свою женственность, становясь сильной? Итак, тема нашей сегодняшней передачи. Эмансипация женщины. Мифы и реалии. Снять печать недосказанности с этого неоднозначного вопроса нам помогут наши эксперты. Психолог Светлана Александровна Шевлякова и доцент кафедры социологии и политологии Тверского госуниверситета Наталья Николаевна Козлова. Я думаю, для начала нам стоит твердо разобраться в том, что же такое эмансипация вообще. Первый вопрос у меня к вам, Наталья Николаевна. Расскажите, как исторически менялось отношение к женщине в обществе и в том числе в нашей стране? Вы совершенно справедливо заметили, что впервые вопрос о женской эмансипации был поднят во времена Французской революции, когда мужчины добились политических прав, гражданских, экономических и других, а женщины их не получили. И поэтому на Западе в ходе других буржуазных революций женщины поставили вопрос о том, что им тоже нужны эти права. В России тема женской эмансипации возникла первоначально в литературном сообществе в 30-е годы XIX века. И это было связано с тем, что в Россию пришли романы Жорж Санд, которые писали о свободной любви. На общественной повестке дня этот вопрос возник в 60-е годы. Он был связан с деятельностью известного врача Пирогова, который организовал общину медсестер, помогавшую ему во время крымской кампании. И вопрос заключался, который поставил Пирогов, в том, что женщины показали себя очень с хорошей стороны, и что женский труд, в том числе и медицинских сестер, должен быть востребован в обществе. Что она не достоин такой же оценки? На тот момент такой вопрос еще не стоял. Речь шла о том, что они должны работать на рынке труда и иметь образование. В целом социологи выделяют три причины того, что состоялось такое явление, как женская эмансипация. Это прежде всего индустриализация экономики, которая потребовала рабочие женские руки. Это либерализация политического процесса, в ходе которого мужчины и женщины стали ставить вопрос о том, что они да хотят быть гражданами и выбирать власть. И, наконец, контроль за рождаемостью в связи с тем, что средства контрацепции стали производиться в промышленном объеме. Что и позволило, собственно говоря, сократить количество детей и выйти женщине из дома для работы. Получается, что эмансипация – это такое многогранное понятие, которое вмещает в себе много составляющих. Кому-то она нужна, кому-то нет. Все люди, все женщины совершенно разные. И иногда эмансипация, которой, я думаю, подвержена многие из женщин, даже против своей воли, приводит к тому, что ее роль женщины в семье страдает от женщины, которая себя проявляет в обществе. Светлана Александровна, можно ли избежать этого конфликта? И вообще, может быть, он и не актуален, может быть, так и должно быть? Нет, так не должно быть. Конфликт – это всегда конфликт, и он вызывает большое напряжение. Конечно, есть несколько ролей и у женщины. Но прежде всего она мать, потому что как бы мы не хотели, какой бы мы эмансипацию не смотрели, какой бы уровень эмансипации не был, все равно женщина рожает детей. Именно она. Поэтому ей все равно приходится быть матерью. Хочется ей этого или не хочется? Она все равно мать. Ну и, естественно, она реализует себя как личность. Поэтому вот у женщин, у которых нет внутриличностного конфликта никакого, никогда не возникает конфликта социальных ролей. Конфликт возникает, когда у человека внутри есть какая-то потребность, желание, но он сам себе не позволяет ее реализовать. Поэтому для того, чтобы избежать этого конфликта, разрешить его внутри своей личности, нужно обязательно разобраться в себе, что для человека главное, для женщины главное, а что второстепенное. А это поможет, когда человек определит свои ценности. Если у женщины ценности, семья, любовь и все, все, и все, и все, с этим связаны основные ценности, следует она больше времени будет уделять, конечно, семье. Она будет женщина-мать, женщина-жена. Если, конечно, у нее ценности другие, самореализации, конечно, она будет уделять внимание больше этому. Поэтому конфликта не будет, уверяю вас, когда она разберется. А если не ценности здесь играют решающую роль, но и жизненные условия, когда женщине просто приходится быть везде, и дома, и на работе. Согласна с вами. Тогда быть хорошей матерью, это не обязательно сидеть 24 часа с ребенком. Тогда женщине, чтобы избежать такого конфликта, нужно самоорганизоваться. Это называется и тайм-менеджмент, и все прочее. То есть определить свои жизни, разобраться в своей жизни, провести управление своей жизнью, я бы так сказала. Тогда, если все станет на свои места, женщина не будет конфликтовать с собой, она все будет успевать. Но ведь есть еще одна причина, по которой женщины стремятся стать независимыми, сильными. Они просто не уверены в мужчинах, которые рядом с ним. Они не знают в будущем, сможет ли он поддерживать ее в семье и на работе. И вот они из-за этого стремятся как-то стать сильнее. Безусловно, да, потому что жизнь, она всегда неоднозначна. В жизни женщины может случиться очень многое. Но сейчас мы говорим, вот наша жизнь, вот как раз эмансипация, она дала возможность женщине быть проактивной. Что это такое? Это когда женщина сама отвечает за свое счастье, за свою любовь, за свое будущее, даже за свое материальное положение. Не перекладывает все это на плечи мужчины. И, безусловно, она делит это со своим мужчиной. Но если вдруг мужчина уходит из ее пространства, она не остается разбитой. Она все равно может поддержать себя. Поэтому в этом плане я бы не стала делать проблему, что вот я работаю, потому что ты можешь меня бросить. Я работаю, потому что я реализую, я помогаю тебе. Я помогаю нам организовать свое пространство. Я не считаю, что, ну, как бы она обращается к мужчине, говорит, я не считаю, что ты обязан что-то делать. Я хочу быть твоим другом, я помогаю тебе, насколько я могу. Я бы так сказала. Спасибо. Мы выяснили, что стремиться к эмансипации, быть сильными, женщин заставляют разные причины. Разобраться все же, почему они становятся такими, нам помогут наши сегодняшние героини, которые, я считаю, эмансипированы в полной мере этого слова. Итак, встречайте, сегодня у нас в гостях преуспевающий юрист Наталья Косарева и предприниматель Лилия Матюхина. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы выясним, что же все-таки значит эмансипация для наших героинь, и как они пришли к этому выбору, осознанно или нет. Наталья Александровна, считаете ли вы себя эмансипированной женщиной, и как получилось так, что вы стали преуспели в своей работе? Ну, ответ, конечно, на этот вопрос очень неоднозначен. Как пришла к этому? Наверное, все-таки сложилось несколько позиций. То есть, конечно, это, с одной стороны, и жизненная необходимость, и выбор свой. Опять же, потому что в начале карьеры, когда очень хотелось чего-то достичь, и пошли какие-то положительные результаты, это было очень здорово, и хотелось еще чего-то более нового. Конечно, есть проблемы определенные и в семье, да, потому что очень хочется больше времени уделять внимание ребенку. Как вот говорили уже наши уважаемые эксперты, это, к сожалению, это неотделимо в данной ситуации. Но в данном случае очень большую роль играет мужчина, который рядом. То есть, роль мужчины... Как относится к вашей роли мужчина, который рядом с вами? Муж замечательно относится, он меня во всем поддерживает. Мы очень всегда находим общий язык. Мы как-то пытаемся делить и быт, и воспитание ребенка, ну, соответственно, и работу в том числе. То есть, у вас получается такое равноправие, или все-таки кто-то чем-то больше занимается? Вы знаете, женщина на работе должна быть и женщиной начальником, а в семье она должна быть обязательно женщиной мамой. Спасибо. Что скажете, Лилия, как у вас обстоят дела? Дело в том, что моя история похожа на историю многих женщин, которая началась в начале трудных 90-х годов. И так получилось, что, оставшись одна с двумя детьми, я вынуждена была как-то существовать, как-то зарабатывать деньги на хлеб, как-то... Ну, и что-то не устраивало, конечно. Хотелось как-то показать себя, хотелось быть лучше, хотелось быть зарабатывать больше, хотелось, чтобы дети ни в чем не нуждались. Сначала на зло мужчине, который нас оставил, да. Потом на зло подружкам, которые говорили, что ну как ты будешь одна. И в итоге так шла-шла-шла и подумала, что надо мне как-то не работать уже на дяденек начальников, которые вечно всем недовольны, не устраивают какие-то наши женские проблемы, что-то еще. И так получилось, что организовала свое дело, и мне это нравится. Я не к тому даже, что эмансипированная женщина это хорошо или это плохо. Это такая необходимость, наверное, возникла. Мы сейчас говорили о мужчинах, и есть такая распространенная точка зрения, что мужчина считает, что он должен быть главой семьи, а женщина должна быть на кухне, сидеть с детьми постоянно. Иногда, когда они выходят так, как он хочет, возникает конфликт. Бывало ли у вас такое, когда мужчина, может быть, даже не ваш мужчина, не муж, а вот начальник считает неправильным такое положение вещей? Конечно, это с души рядом встречается в жизни. Может быть, есть какой-то яркий пример, который задел вас, зацепил? Вы знаете, обычно после таких примеров, когда происходит именно вот такой конфликт, обычно люди разводятся. Слава богу, я пока замужем, поэтому конфликта такого не произошло. Получается, для наших сегодняшних героинь нет нерешаемых вопросов и трудностей, которые действительно нельзя преодолеть. Но у нас в гостях есть еще одна женщина. Я считаю, что она тоже эмансипированная, потому что сегодня эмансипирована любая женщина, независимо от того, проявляет ли она себя в основном на работе или дома. Итак, Лариса Кузнецова, многодетная мама. Лариса, хотелось бы узнать, каково это все-таки быть эмансипированной мамой? Я мать троих детей, и по большому счету это счастье, что у меня есть трое детей. С одной стороны, с другой стороны, это, конечно, определенные проблемы в моей жизни. Наша задача помочь папе справиться со всеми этими проблемами. Но все же ведущим кто у вас является в семье? Отец или мама? Судя по вашему рассказу, пока непонятно. То есть вы ему помогаете, получается? Нет, но вы понимаете, что женский пол, он всегда, наверное, сильнее, чем мужской пол. Мое мнение. Физически, может быть, да. А морально женщине надо быть сильнее, потому что за ней не только семья. На ее плечах однозначно забота о родителях, о детях, о том же муже. Но я не знаю, кто у нас в семье главный. Ну, в каких-то вопросах муж, каких-то я. Что касается девочек, наверное, все-таки я принимаю решение. Что касается финансов, конечно, муж. Спасибо. Ну что же, мы выяснили, что однозначно быть эмансипированной женщиной сложно, но можно, независимо от того, предприниматель ты или многодетная мама. Итак, давайте теперь узнаем, что думают на этот счет мужчины. Должна ли быть женщина эмансипированной, или все-таки она должна оставаться слабым полом? Генеральный директор семейного журнала «Свадьба» Савицкий Андрей. Те, кто добился успеха в бизнесе, это не обязательно бизнес-леди, которые должны быть слишком эмансипированы, водить машину, там, независимо от мужа или от какой-то другой структуры принимать решения. Мне кажется, это просто должны быть счастливые женщины, которые своей работой доставляют и себе удовольствие, и доставляют удовольствие другим. На ваш взгляд, женщина должна быть эмансипирована, я правильно поняла? Наверное, да. Ну что же, эту необходимость времени не отрицают ни мужчины, ни сами женщины. Бытует такая шутка, что эмансипация для западной женщины – это спорткар, а для русской – трактор. Насколько вообще эмансипация – это черта нашего современного российского общества? На мой взгляд, традиция такой культа сильной женщины российской, эта традиция как бы пестовала с нашей культурой. Мы в свое время в школе учили некрасовские стихи, о том, что русская женщина коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. И, собственно, советский вариант эмансипации женской, он предполагал, что советской женщиной СССР должен гордиться, и, соответственно, всячески поощрял привлечение женщин, в том числе и к тяжелому труду, когда она шпал таскает. На Западе дамы, когда получили равные права в начале XX века, и поняли, что это мало, как повлияло на их жизнь, они стали требовать равных возможностей. И вот, на мой взгляд, вот до этой стадии женской эмансипации наша российская эмансипация еще, в принципе, не дошла. Вот если мы с вами посмотрим статистический материал, то мы увидим, что в России женщины обладают 7% собственности, что женщины обладают, никогда не набирали больше 15% с начала свободных выборов в России, в парламенте. И в данном случае получается, что мы с вами занимаем, ну, я имею в виду мы с вами, значит, те сегменты экономики, которые являются низкооплачиваемыми, здравоохранение, образование, это в социологии называется феминизация и бедности. И поэтому я думаю, что шутка это достаточно правильная, что вот вместо спорткара мы с вами получим в данном случае трактор. Вот мы вспоминали Пирогова, который ценил работу женскую, но так это не привело никаким результатам на тот момент. Софья Ковалевская, которая, чтобы получить образование, вступала в брак, то есть сама по себе она не могла этого сделать. Сейчас затронули тему парламентов. Несмотря на то, что ограничений никаких нет законодательно, все равно процент женщин в нашем парламенте очень невысокий. Получается, их не ценят, как такую политическую силу, да, можно сказать. Очень мало в списках, избирательных списков женщин, за которых бы, ну, нам предлагали голосовать. Женщины не так уж часто идут в политику, они, видимо, сами понимают, что не совсем им там еще пока место, видимо, еще мы не доросли. И хочу сказать, что в наше время быть эмансипированной женщиной на самом деле очень легко. Я вспоминаю времена бабушек и наших мам, когда у них были активаторного типа машинки, это нужно было потратить целый день, чтобы постирать, да, какие-то кастрюльки и что-то там такое, пылесосы, знаете, были не у всех там. А теперь пришел, мультиварку включил, машинку включил, там, вот этот пылесос, он там сам где-то бегает и убирает пыль, понимаете? Как бы, особенно если еще дети выросли, и еще внуки еще не подоспели, то... Но сейчас вы все равно говорите о таких типично женских делах, убраться дома, приготовить. А что касается вообще в целом положения женщины в обществе, если бы вы, например, стали президентом, несмотря на все вот эти трудности, что женщин мало у нас в избирательных списках, вы что бы изменили бы, что бы сделали для того, чтобы женщину все-таки считали таким же равноправным членом общества, не только на бумаге? Ну, я как президент не знаю, что бы сделала, но я не считаю, что у нас женщины обездолены на самом деле. Все, кто хотят чего-то добиться, я думаю, что они добиваются. Для этого сейчас очень много возможностей. Да нет, по-моему, женщина, которая хочет себя чувствовать, хорошо и уверена, она себя чувствует так. Так она преподносит себя в общество и так к ней относится. Все-таки предназначение женщины – это семья, дом и дети. Как быть, если равноправие женщины в семье ущемляется? Это очень распространено, потому что такие традиции, что мужчина может поднять руку на женщину, и он доминирует в природе, поэтому пытается доминировать. Вот слабый мужчина пытается таким образом доминировать в семье путем насилия. Но что нужно делать? Каждый… Мы знаем, что как раз эмансипация дала нам возможность строить свою жизнь так, как мы хотим. И ответственность женщины – это создать свое комфортное пространство. Поэтому нужно принять меры, я так считаю, в первую очередь. Оградить себя от этого. И если в семье напряжение какое-то… Какие-то могут быть меры, да? Ну, какие меры? Они начинают от правовых до личностных. То есть принять меры, и, во-первых, это все обсуждается, если мужчина не готов тебя выслушать, а готов доминировать над тобой, значит, для этого есть закон, защищать женщину закон. Женщина всегда может обратиться к закону, и закон ее поддержит. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот если же не доходит до уровня закона и не выходит за рамки правового поля, то тогда в любом случае нужно договариваться. Женщина имеет право быть таким же равноправным членом общества, как и мужчина, и в семье. Все равно традиционно женщина, образ женщины, даже в произведениях классиков, это образ такой сильной женщины, которая готова взвалить на себя непосильный груз. И часто случается так, что и сейчас женщины делают это, не дожидаясь какой-то помощи от мужчины. Да, они делают это. И я хочу сказать, что это выбор женщины. Женщина сама демонстрирует свою силу, естественно, привлекает к себе слабого мужчину, потому что сильный человек, он привлекает к себе человека, который хочет на него опереться. Она тем самым привлекает к себе слабого мужчину, она сначала доминирует над ним, потом, естественно, устает от его слабости и начинает его в этом упрекать. Но вообще это ответственность женщины за свой выбор. Еще один вопрос хотелось задать психологу о том грузе ответственности, который мы сейчас обсуждали, который женщина иногда добровольно, иногда с подачи мужчин на себя взваливает. Как все-таки ей сохранить вот эту женственность, которая необходима, оставаясь все-таки сильным и твердым человеком? Во-первых, нужно всегда работать над собой. Психологи всегда говорят, если что-то происходит, нужно работать над собой. Это сложно. Но это нужно. Это, конечно, сложно, но это дает хорошие результаты. Прежде чем, если происходит что-то, и человек взваливает на себя очень много, то ему нужно сесть и задуматься, зачем он это делает. Ну, это уже чистая психотерапия, но я хочу сказать, человек всегда делает не просто так, есть причина и следствие. Поэтому, если женщина сядет, задумается, начнет работать над собой, задавать себе вопросы, а в чем смысл этого, зачем я это делаю, почему я не учу своих близких чему-то, перекладываю на них какую-то часть ответственности, а сама все это тяну, потом обижаюсь на них, расстраиваюсь, то, в принципе, я должна себе задать вопрос. Женщина на то, она и женщина в семье, что она умеет управлять процессами в семье и скрыто, и не скрыто, и где-то манипулировать, и где-то быть актрисой. Но в любом случае, как мы уже говорили на тех наших встречах, что женщина – это душа семьи, она управляет внутри семейными процессами. Я вижу, все одобрительно кивают, все женщины согласны с этим. Сейчас хотелось бы узнать мнение нашей аудитории. Должна ли быть женщина эмансипированной, или все-таки она должна оставаться в семье? Давайте проголосуем. Итак, кто из вас считает, что женщина, в первую очередь, это мать, хранительница домашнего очага? Поднимите руки. Я вижу, что, несмотря на согласие в этом вопросе, все равно есть отдельные мнения. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Никита, и хотелось бы вставить такую маленькую ремарку о том, что две этих абсолютных позиции – только эмансипированная женщина в обществе и только женщина-мать-хранительница очага – не всегда приемлемы в современных, как вы уже сказали, реалиях. От эмансипации не дается никуда. Да и не надо никуда от нее одеваться, это реалия. Мы с ней всегда, она всегда вокруг нас, мы с ней рядом живем. Женщина должна найти баланс. Всегда она должна быть матерью, и всегда она должна стремиться к чему-то большему в своей карьере, если ей это нужно. Выбор женщины – быть исключительно матерью или исключительно эмансипированной бизнес-леди – это ее выбор. Я думаю, что большинство все-таки людей за баланс, за сдержанность во всем женщины. Ну что же, очень взвешенная точка зрения, я думаю, многие с ней согласятся. Ну а в заключение нашей передачи по традиции попрошу экспертов дать свое резюме всему тому, что мы обсуждали. Светлана Александровна, что такое эмансипация и нужна ли она женщинам сейчас? Равноправие нам дано от природы. Мы все родились равными, и мужчины, и женщины. Просто мужчина доминирует в природе, и, конечно, на него ответственность больше. Он свою мужскую роль выполняет таким образом. У женщины другая женская роль. Я уже говорила, что она жила или не жила, она все равно мать. И все равно мать должна быть рядом с ребенком хотя бы какое-то время. Но каждый выбирает для себя, у каждого свой выбор. Кто-то хочет быть абсолютной матерью, кто-то хочет преуспеть в бизнесе, кто-то хочет просто самореализоваться. То есть это выбор каждого человека. Я очень рада, что эмансипация сейчас у нас есть, и она принята, и мы в ней живем, для нас она естественна. И поэтому я хочу пожелать нашим женщинам и мужчинам, нашим женщинам в основном, как мы всегда желаем, не жалеть себя ни в чем, а просто любить. Любить — это значит создавать для себя такие условия комфортные, которые ей нравятся, и выходить из тех условий, которые ее разрушают. Вот мое такое пожелание. Будьте собой, эмансипированы, не эмансипированы, будьте собой всегда и будьте счастливы. Быть собой — это быть эмансипированной женщиной. И домохозяйкой, и руководителем, и бизнесвумен, и просто очень креативной женщиной во всем. Поэтому у меня такое желание. Будьте собой. Спасибо. Наталья Николаевна, слово вам. В современной России базовой женской роли является такая роль работающей матери, когда она одновременно должна зарабатывать деньги, одновременно должна, соответственно, воспитывать детей. И, на мой взгляд, женская эмансипация в России реализовалась только в неких формализованных юридических формах, тогда как равных возможностей для того, чтобы пользоваться равными правами, до сих пор нет. И в этом плане российское общество еще не проделало определенную культурную работу. Вот как раз задумываясь о том, какие же конструкты нам предлагают модели женственности общества. И мы должны понимать, опять же, что одной роли на всех быть не может. И что есть модели там и домохозяйки, и модели самой бизнес-леди, и работающей матери. То есть с одними и теми же требованиями мы не можем подходить к разным женщинам. Заключительное слово нашим героиням, эмансипированным женщинам, которые успевают все и дома, сделать все дела и на работе. Конечно, женщина должна себя чувствовать комфортно. То есть если ей комфортно быть бизнес-леди на работе, значит, она должна строить карьеру. Если ей комфортно быть мамой, быть домохозяйкой, значит, она должна ей быть. Наверное, в этом и складывается самая главная эмансипация женщины. Потому что в свое время нас учили, что если ты рождаешься девочкой, то, естественно, роль домохозяйки – это на первом плане. Всегда так было, нас так воспитывали мамы, бабушки. Если женщине комфортно в этом качестве, это замечательно, и она должна сделать такой выбор, в котором будет ей комфортно. Если ей комфортно работать, значит, она должна работать. Если она умеет совмещать и то, и другое, и у нее есть и то, и другое, она добилась чего-то и в семейных отношениях, и в плане бизнеса, это прекрасно и замечательно. Но, к сожалению, не всегда продиктовано это именно желанием и выбором женщины. Есть еще и социальные какие-то условия, иногда это продиктовано все-таки необходимостью. Поэтому, конечно, это все индивидуально, и самое главное – чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Какой бы выбор ни сделала женщина, чтобы не пришлось ей выполнять какую роль или совмещать все это вместе, все-таки найти баланс, я хочу сказать, что женщины должны быть счастливы. Мы можем нарисовать себе, накрасить губы, глаза, навести румяна там, но блеск в глазах женщины может нарисовать только любимый мужчина. Поэтому рядом, чтобы с каждой женщиной был настоящий мужчина, любимый, любящий, дающий все остальное, чего не хватает даже эмансипированной женщине. Спасибо. Я надеюсь, все мужчины возьмут на вооружение эти фразы. Сегодня мы снимали печати недосказанности с такого сложного вопроса, как эмансипация. Без сомнений, это явление укоренилось в нашем обществе. Но быть эмансипированы или нет – это выбор каждой женщины. На пути эмансипированных женщин встречается много трудностей. И несмотря на то, что в принципе сейчас мужчина и женщина равны, все равно есть то, над чем нужно работать. Конечно, изменять законы и менять отношение общества к женщине довольно сложно. Но в силах каждого из нас, как уже говорили сегодня наши героини, сделать женщин, наших женщин, мам, бабушек и жен счастливыми. Любите своих близких, заботитесь о них и будьте счастливы. Вы смотрели ток-шоу «За семью печатями». С вами была Кристина Пугачева.